Всем привет! Мы продолжаем нашу серию разговоров со Станиславом. Говорим о самом разном, о дизайне, не только. Сегодня поговорим с ним немножко о переговорах и немножко об обмане. Так что, если вы захотите обмануть Станислава, пожалуйста, слушайте этот выпуск внимательно, знайте, будете как это правильно сделать. Я узнаю тоже. Ну, да, слушай, сорян. Слушай, первый вопрос такой. Вот лично я вырос в среде, где торговаться считалось как бы западло. Пацан не торгуется. Пацану называет цену, он просто платит. Это где ты рос? Бабок нету. Где такое было? Я просто в Череповце родился и вырос, поэтому это важно. И мой папа, например, не торгуется. Ты сам что об этом думаешь? Можно ли торговаться? Слушай, ну я думаю вообще, что можно все. То есть, ну это как это получается, менталитет там, либо южных народов, да, либо северных. То есть, ты получается с севера, поэтому как бы у вас не принято. Но это все более же получается определенные, не знаю, каноны, либо законы, в которых ты живешь. Поэтому кто как привык, кто так и делает. То есть, я считаю, что... Ты же торговаешь, что самое? Ну, по торговле я работаю с... За услуги нет. Стараюсь не торговаться никогда, потому что, чтобы потом не сказали мне, что ты же сам там сэкономил, да, и, соответственно, ответственность снимается. А вот за конкретные товары всегда, ну, почему бы и нет, у производителей всегда можно потребовать скидку. Ну, не то, что потребовать, попросить. У нас вот в книге, включая свою красную лампочку, в книге энциклопедии дизайна. Следующее, пожалуйста, я правда принесу, но мне и есть. В дизайна и комплектации написано, что, типа, о чем бы не поторговаться. Потому что, если ты понимаешь модель ценообразования, ты понимаешь, что если ты не поторгуешься, то какую-то часть денег, которые ты мог бы себе оставить, ее заберет просто менеджер. Ну, просто в силу того, что это и так заложено производителем. Вот такая история получается. Вот, поэтому, если ты хочешь торговаться, не хочешь торговаться, это твое внутреннее дело. Но, как бы, тогда твои деньги просто заберет дополнительный менеджер, и все, и будь счастлив. Ну, слушай, смотри, вот, допустим, иду я в автосалон покупать тачку. Ооо. Вот ты в такой ситуации можешь поторговаться? Конечно, в автосалоне обязательно надо. У меня знакомый есть, наш с тобой дорогой друг и знакомый, которому мы сейчас делаем материалы полезные. Значит, он рассказывал историю, как они выторговывали чуть ли не 30% с нового BMW. И он рассказывал еще историю, когда покупали автомобиль, там какие-то такие очень мутные схемы были, вплоть до того, что они объявления делали на авито дополнительные с такой же машиной, чтобы показать потенциальному продавцу, да, что есть, что как бы его машина не уникальная, но они хотят именно ее. Вот, но он тоже там был не лыком шит, и у них была такая красивая схема. Поэтому, конечно, нет, то есть это как бы отношение. То есть другое дело, хочешь ли ты тратить на это время, но насколько тебе это нужно. Вот, если хочешь, то... Окей, если не хочешь, если тебе это не сильно интересно, можно не торговаться. Ну, слушай, вот ты приходишь к поставщику, хочешь купить у него, допустим, отделочный камень для дома. Вот ты как, какими словами вот мне скидку будешь просить, что скажешь ему? Слушай, я тебе могу конкретно сказать, у меня именно такой случай, я у поставщика купил, наверное, миллионов уже этого отделочного камня, да, ты видел, какой мой дом, сколько там отделочного этого камня. Я прошу примерно так, то есть, во-первых, не то, что я прошу, то есть я говорю, что я дизайн-студию, во-первых, да, это уже достойно уважения. Почему? Потому что вроде как, типа, я оптовый клиент, да, другое дело, что я еще как бы не поставил бы ничего и требую, ну не то, что требую, прошу скидку на маленькую услугу, но потенциально они видят во мне потенциал, то есть почему бы у меня не дать скидку. И они мне дают определенную скидку, но дальше у меня случилось следующее, что когда они ко мне приехали, ребята, они говорят, а можно мы в рекламной акции вашем дома, и то, что получается, нам очень нравится, и мы хотим использовать это, говорю, окей, давайте, давайте тогда договоримся, ну, собственно, о том, чтобы, ну, мы получили еще какой-то, нам деньги не нужно, они хотели заплатить, говорю, нам платить не нужно, дайте нам просто скидку, как бы получше на оптовые закупки. Вот, тем самым ты можешь добиваться там 5, 10, 15, там 20, 25, 30-процентной скидки. Ну, я не говорю, что в этом конкретном случае это коммерческая тайна, но в целом это возможно. Почему бы и нет? Это нормальная история абсолютно, потому что сэкономленные тобой, это заработанные либо тобой, либо заработанные клиентом. Ну, как бы ты являешься более ценным сотрудником и более ценным, более желанным дизайнером, в моем случае, да, если ты клиенту даешь возможность с тобой сэкономить. То есть, по сути, все, что он тебе заплатил, ты как бы отработал, и он ничего не истратил, получил все круто и услугу. Это, я считаю, вообще классная штука. То есть, просто можно прийти и сказать, дай скидку, и это, типа, нормально? Просто нельзя всегда, когда ты что-то просишь, это вопрос торговли. Ну, то есть, в торговле и переговорах есть такая тема, когда твоя задача сделать себе хорошо, что ты хочешь, но ты себе можешь делать хорошо, только тогда, когда ты объяснишь, что другой страны тоже будет хорошо. То есть, тогда у тебя, получается, есть все аргументы, если ты общаешься с человеком, то нормально. Кстати, вот, хороший пример, да, я говорю, за услуги не торгуюсь, я знаешь, как говорю, вот сегодня буквально общался с ребятами, я сейчас новую тему изучаю, это активные продажи через, там, Facebook, Instagram. Я сел разбираться сам, и получилось так, что, ну, я понимаю, что просто это долго, мне нужны какие-то специалисты. Вот, я выбрал двух молодых ребят, которые потенциально, ну, как бы, нормально интересны, посмотрел, как у них сделана их реклама, и связался с ними. Вот, он мне говорит там определенную стоимость. Я говорю, слушай, я тебе честно скажу, как бы, я уважаю там твой труд, и действительно, я считаю, что это очень круто. Я говорю, я не хочу с тобой торговаться, как бы, тебя обманывать, я тебе просто по сути скажу, что, как бы, для меня эта цена не сильно комфортная. Я говорю, я для себя в голове отложил, вот такую-то цифру ее называю. Я говорю, вот, давай подумаем, что мы можем сделать из этого. Вот, как бы, вот такими переговорами мы вышли на то, что ему тоже будет это выгодно, потому что я буду его кейсом. То есть, а мне выгодно быть кейсом, потому что я хочу, чтобы у него был результат на мне, а мне несложно показать его потенциальным покупателям в дальнейшем, что, ну, он молодец. Слушай, ты до этого говорил, что ты за услуги не торгуешься, а вот получается, что торгуешься. Получается, что да, получается, что так. Но это, я не то, что торгуешься. То есть, ты обманываешь нас. Ну, как так, человек, как ты ему сторговал, человек скажет, ну, блин, ну, окей, это кейс, можно немножко расслабиться. Смотри, да, тут, наверное, знаешь, как можно сказать, что, ну, это вот, вот этот случай я вспомнил, почему, потому что, наверное, все-таки это я не отношу к элементам торговли, то есть, у меня не было желания, чтобы он именно дешевле, да, мне оказывал услуги, я ему просто объяснил ситуацию, как есть. Она действительно такая была. Я был готов, что если он скажет, не, типа, вноси там 100% аванса, мы начинаем. Я был не готов. Я ему просто так сказал, ну, просто я открыл все карты, и вот у меня так. Мы либо, как бы, я его не просил, причем снизить стоимость. Вот в чем дело. Он сам говорит, я тогда готов вот на это. Ну, вот он у меня сам сказал. Я просто спросил, а он сказал. У меня не было задачи такой. Я просто реально объяснял ситуацию. Ты прямо знаешь, как рассказываешь историю из моей студенческой молодости, когда едешь в какой-нибудь блошиный рынок, нужно взять, открыть кошелек, а тут достать, типа, деньги, оставить там 300. Ну, да. И когда тебе продавец говорит, типа, 500, ты говоришь, у меня 300, и трясешь ему кошельком, показываешь, там 300 лежит, он говорит, ну, ладно, что с тебя взять-то, ну, ладно. Слушай, ну, как бы, у меня не было так задумано, то есть, это не является моей стратегией, ну, вот, это просто по факту вот так вот получилось. Ну, наверное, да, это может быть стратегия, но у меня на данный момент это не являлось. Ну, и мне действительно это особо не нужно. А сколько, вот, вспомнишь, как что-нибудь, что ты прям там заметно сторговал, вот там в цифрах? Приведи пример. Ну, у меня было там два случая, если больших покупок. Я покупал автомобиль, достаточно, ну, как бы нормально, там, по-моему, где-то две сотни тысяч рублей сторговал, ну, примерно это было там 10 процентов. То есть, я думал, что тогда это успех, но послушав, как это делают нормальные ребята, которые когда 30 процентов сторговывают, я понял, что тут я лошара, конечно, полнейший. Вот. И еще один случай был, когда дом тоже покупал, там был кризис, как раз какой-то там девяносто две тысячи девятых, какой-то, в общем, очередной кризис был, вот как всегда он бывает. И у меня было деньги в валюте, то есть, у меня был там миллион долларов практически в валюте. Вот у меня удалось, ну, просто так повезло, да, у меня накопления были в долларах. Вот. И, соответственно, мне удалось торговать почти сто тысяч при покупке. То есть, я считаю, это тоже очень прикольно. Не сразу, то есть, с такими переговорами, но как бы так. Так что, друзья, если врежет кризис, если вы захотите продать недвижимость, обращайте Станиславу. Не, не, я не про это, я просто наблюдения какие-то. так, хорошо, я тебя понял. А вот с другой стороны, давай посмотрим. Ну вот, представим, да, что я вот клиент, а ты, например, заказчик. И ты ко мне приходишь, говоришь, Сергей, напиши мне книгу. Я говорю, типа, давай сто тысяч. Ты говоришь, типа, восемьдесят. А вот, как мне быть в этой ситуации, как сохранить свою цену? Слушай, ну это вопрос переговоров. во-первых, ну ты можешь меня спросить, вполне обоснованно, говоришь, как бы, ты видел моей работы, например, ты меня спросишь. Я скажу, да, видел. Тебя не устраивают? Я скажу, да, в целом устраивают, поэтому я к тебе обратился. Ну, как бы, а ты уже будешь меня спрашивать, а типа, а с чего ты считаешь, ну, почему? То есть, какие твои аргументы, что снизит стоимость? Ну, вот так вы говорите, инфобизнесмена пользую, получил, получил, плати. Ну, типа того, да. Так, хорошо, это я понял. Тут ты ставишь меня в такое положение, что я должен доказывать, буду тебе, почему я должен снизить стоимость. Ну, в принципе, если я хочу снизить, если у меня такая стратегия есть, то я снижу стоимость. Ну, как, я тебе объясню потенциал работы со мной, каким-то образом, понимаешь, что это тебе будет выгодно. Ты можешь принять, а можешь отказаться. Это возникает уже элемент торговли, ну, к примеру, там тот же самый кейс, там какие-то на будущее, еще какие-то вещи. Либо я могу тебе, допустим, как сказать, я говорю, давай тогда снизим стоимость, но я тебе 100% авансом заплачу, например. Понимаешь? Потому что в дальнейшем деньги, да, они дороже стоят. То есть то, что я, ты будешь условно за мной бегать и думать, заплачу ли я тебе вторые 50% или не заплачу, ты же не знаешь, да, как ты на меня, что в суд что ли будешь подавать? Я тебе говорю, давай я тебе сразу заплачу, но не 100, а 80. Но у тебя будет кэш сейчас, там пойдешь себе купишь новый айфон, или что ты там хочешь. Ты прям в душу смотришь, ты не слава. Конечно. Буравишь. Это я понял, хорошо. Но, кстати, типичная еще ситуация, там из моей редакторской практики, как это может выглядеть, заказчик говорит, давай 100, но книгу и еще два поста, например, о ней. Две статьи сделаем еще. Может быть. Подгружает в эту стоимость. Может быть и так. Но ты можешь как согласиться, но так и не соглашаться. Ты можешь сказать, да, я как бы предвидел этот вопрос, поэтому для такого вопроса у меня есть, я тебя сейчас, по сути ты можешь сказать, я тебя сейчас квалифицирую как клиент, ты не обижайся просто, мы сейчас с тобой беседуем, но я тебя сейчас квалифицирую как клиента, который как бы замороченный. Значит, с такими замороченными клиентами ты как бы сам себе яму сейчас выстелил, будет уже стоить не 100, а 110. Следующий твой вопрос будет 115 стоить. Как бы ты готов все-таки работать? Тут ты включаешь... Это прям жесткая практика. Клиент может уйти. Но ты можешь это сделать не как сейчас я, а ты можешь сделать это более как-то мягко. Я тебе просто принцип показываю, чтобы было на контрасте ясно. Но то, что я сейчас говорю, это принцип получается психологии влияния. То есть, человек уже готов купить. Он же готов был у тебя купить вот в тот момент. То есть, ты добиваешься, что он готов, допустим, а потом ты пытаешься, ну это как редактор может условно или там дизайнер может отжать. Для него-то выбор тоже очень, ну достаточно сложный. То есть, он ходит по рынку, он ищет кого-то, вдруг он нашел там тебя. Если ты видишь, что он тебе заинтересован, то ты можешь его отжать в другую сторону. То есть, назвать ту стоимость, которая тебе комфортна. Или сказать, что я занят. Или сказать, что как бы, ну, то есть, если ты хочешь, чтобы он тебе заплатил сотку, да, ты можешь просто сказать, что смотри, как бы мне просто это будет невыгодно. Ты можешь так спокойно сказать. И объяснить ему эту ситуацию. Зачем им сейчас с тобой работать? То есть, ты сейчас торгуешься, дальше нам будет еще сложнее. Я чувствую, что нам не сработаемся, типа извини, я не смогу тебе помочь. и повесить трубку. примерно так. То есть, какой-то клиент задергивается и скажет, не-не-не, ты меня не так понял. То есть, многим людям, ну, не то, что многим, некоторым людям надо именно сказать. Они ищут эту грань. И им надо именно эту грань указать. Это нормально. Говоришь, просто, ну, как бы все, ты нашел грань, молодец, я тебя поздравляю. Все, он успокоился, он чувствует себя при этом хорошо. Ты ему даже лучше так сделаешь. Неплохо. Хорошо. Это мне нравится. Еще, Максим Ильяхов, кстати, советует такой ситуации, просто, типа, одной фразой отвечать. Мне комфортно за такие деньги работать, а за такие, как ты предлагаешь, некомфортно. Ну, да, То есть, как бы, ты хочешь мне некомфортно было в работе с тобой? Давай. У тебя же дороже выйдет. Но клиент тебе может сказать, смотри, дружище, что, как бы, мне-то какая разница, я у тебя заказываю, типа, это твоя работа, что значит комфортно или некомфортно? Ты что, не профессионал? Тоже, согласись. Вот ты, например, рассказываешь про торговлю с услугами и про то, что если к тебе приходит клиент и говорит, Станислав, слушай, давай проект не за миллион, а за 800 тысяч, а ты ему скажешь, слушай, смотри, я тогда буду резать косты везде и, типа, тебе хуже выйдет. Ты, сэкономишь 200 тысяч, получишь деморрой за эти деньги. А я же так же могу сказать, ты бы сейчас порежешь косты, а я сейчас расстроюсь там, не знаю, мне ручки-то трясутся и в итоге текст плохой получится. Ну, да, так я же тебе говорю, у меня будет аргумент давления, если мы говорим о переговорах, у меня элемент давления будет, что ты не профессионал. То есть, что твоя работа от цены зависит? То есть, ты хочешь сказать, что чем больше тебе платят, тем лучше ты работаешь? Ну, как бы это не соответствует кодексу чести редактора. Понимаешь, я на это могу напирать. Да, согласен. Окей. Я понял. Окей. А, слушай, скажи, а вот ты пользуешься с кем-нибудь манипулятивными методами, в переговорах. Ну, а что ты имеешь в виду? Ну, например, пример из практики. Мой знакомый, то есть, он там редактором работает в провинциальном городе, но довольно известный чувак, он может так делать, он может выдумывать каких-то виртуальных заказчиков, которые у него появляются, но к нему приходят клиенты, говорят, типа, давай вот работать. И человек говорит, не-не-не, слушай, я вещь ужасно загружен, у меня тут много работы, я расписан 3 месяца вперед, но я готов тебя всунуть там в щелочку, но это будет 2 раза дороже стоить. Ну, то есть, это основано на вранье, то есть, у него нет никаких клиентов, но я не знаю, это справедливо или нет, можно так поступать? Ну, я думаю, это вопрос скорее больше, как бы, отношения к себе, что ты себе позволяешь, а что ты не позволяешь. Вот, я, допустим, ну, не приемлю вообще любую, в любом проявлении обман вообще, ну, то есть, мне лучше не дозаработать, да, чем, я, короче, себя уважать не буду, если я так буду говорить. То есть, в целом, наверное, как бы, окей, кому-то, вот, мне это просто неприемлемо. То есть, ну, да, это такая, какой-то тоже элемент торговли, я просто, как бы, лучше исхожу из той ситуации, когда, ну, действительно, я, мне, короче, честнее, проще обсуждать. То есть, я так уверенно себя чувствую, я, ну, никому ничем не заигрываю, ничем никому не обязан. Я говорю, как есть. И я понимаю, что, если у меня есть вот эта вот сильная переговорная позиция, то я смогу в любом случае найти разумный, устраивающий всех алгоритм. Вот, мне, моя задача найти, чтобы и мне было хорошо, и чтобы было, ну, моему сотруднику тоже хорошо, ну, или там, кого я нанимаю. И благодаря опыту, у меня есть большой опыт, я могу кроме денег еще дать много чего, ну, дополнительно. Я могу всегда это найти. Вот, это нормальная история. Я понял. Хорошо. Слушай, а вот что ты думаешь о вот этой методе переговоров, переговоров кэмпа, и он говорит о том, что нормальные переговоры могут быть только, когда вот ты нужды не испытываешь? То есть, ты там можешь взять и уйти, ну, ты другого найдешь исполнительный. Ты вот в это веришь? Ну да, это отличная история, да. Вообще, из нужды, ну, ничего не надо делать, потому что, ну, просто в такой позиции всегда плохо работается, ну, потому что, наверное, ты не сможешь ничего делать. Я просто, так вот у меня никогда не было. То есть, наверное, тут тоже говорит о некой моей какой-то недоработке, да, то есть, значит, я не рисковал должным образом, что у меня никогда не было такой вот нужды и каких-то таких ярких провалов, да, то есть, значит, скорее всего, я не дожимал и полностью не испытывал свой потенциал. То есть, скорее всего, я развиваюсь гораздо меньше и медленнее, чем могу. Но у меня так, то есть, я более осторожно, наверное, как бы в жизни отношусь. Ну, да. Слушай, еще вот есть такая штука, которая многих порядком раздражает. Ну, возьмем какую-то условную там вещь, допустим, машину, и условную цену, например, 2 миллиона рублей. И человек, который хочет ее купить, он говорит, ну, слушай, 800 тысяч, как бы нижнюю планку очень низко берет, прям, типа, в три раза ниже. И, как бы, и ты вступаешь в торговлю с ним, и вот ты чувствуешь, как будто он тебя не ценит. Ну, то есть, он какой-то ерунду, такая, восточный метод. Ну, какая разница? Что ты хочешь в итоге? Ты хочешь машину продать? У тебя же есть какая-то планка, ну, для себя, когда ты хочешь машину продать. Допустим, ты хочешь ее продать за миллион 600, оставишь два, типа, с торговлей. Ну, и все. Я, вот как я делаю, я машину тоже много продавал, я всегда ставил сразу нижнюю планку, потому что, короче, я не хочу тратить время, то есть, мне лучше дешевле продать, но я пишу без торга, типа, человек приходит и покупает. Ну, у меня все мои машины покупали, первый покупатель практически, потому что, короче, мне не важно, там, 100-200 тысяч, там, лишнее, я лучше поставлю, но зато не буду встречаться, там, с кучей народа, им все показывать. Ну, это моя такая позиция. Если ты перекупщик, наверное, у тебя другая стратегия, ну, то есть, непонятно. Тут от человека зависит, что тебе нужно. Я схожу из той позиции, что мне время дороже денег. То есть, я могу за то время, которое я буду тратить, там, на показ, я, короче, на своей профессии больше заработаю. Ну, вот так. Поэтому у меня покупать выгодно все. Любой хлам. Хорошо. И продавать дом, Станислава, за долларовый кэш, как мы сегодня узнали. Слушай, а что, как тебе такая ситуация, когда человек с тобой торгуется, пытаясь указать на какие-то недостатки? Ну, он открывает, там, не знаю, твой портфолио, говорит, смотри, вот у тебя там какой-то дом был, а там какая-то ванная в зеленом малахите, и там стиралка какая-то дурацкая стоит. Ну, то есть, типа, ты невнимательный к мелочам, получается. Давай-ка подешевле. Ну, я объясню, что я внимательный к мелочам, и объясню, почему эта стиралка возникла. Ну, ты продаешь машину, там, вместо двух миллионов за полтора, человек приходит, говорит, ой, слушай, смотри, тут сколы какие-то мелкие, вот там машина, мусор в салоне. так цена-то тоже меньше. Цена-то тоже меньше. Если я помою, давай плюс сто тысяч добавлю. Давай, поехали на мойку, будет она не миллион пятьсот стоить, а миллион шестьсот. Ну, как бы, в чем проблема? Хочешь, покрашу эти самые лаки, она еще будет больше. Как бы, тебе машина нравится, она по рынку ниже, объективно, ну, например, да? Ну, как бы, люди-то не идиоты, они понимают. Ну, то есть, они пытаются, я говорю, слушай, дружище, как бы, я тебе, как бы, говорю, как есть. ты сам видишь, ты сам видел обид, и ты давай сейчас на телефоне откроем, посмотри. Ну, если ты можешь купить что-то лучше, иди купи. Типа, что ты ко мне пришел-то тогда? такая вполне нормальная история. Это почему? То есть, я привык всегда работать в сильной позиции. То, что я сам понимаю недостатки, это нормально. Я сам могу сказать любые недостатки свои, то есть, какие у меня есть, что у меня покупать стоит, что у меня покупать не стоит. Я, как бы, этого не скрываю, мне вот эта сильная позиция, она важнее, там, сиюминутный какой-то, там, нам, выгоды, или что ко мне потом человек придет, скажет, вот, ты там, мне что-то продал, там, не вводил. То есть, у меня вот такое душевное спокойствие проще. Но это моя такая позиция. От этого я могу уверенно говорить о чем угодно. У меня нечего скрывать, ну, как бы, незачем обманывать никого. То есть, ты либо покупаешь, либо не покупаешь. Я понял. Хорошо. Слушай, а у меня вот еще была тема небольшая обсудить, которая касается обмана. Ты сегодня уже говорил, что ты обман вообще не приемлешь ни в каком виде. У меня вот такой вопрос. Бывало ли так, что тебя обманывали сотрудники? Не знаю, ну, наверное, не могу вспомнить. Типа, не вскрывалось это ни разу? Ну, такого прям, я не могу вспомнить. То есть, может быть, что-то и было, но вот так вот на ум не попадается. То есть, скорее, там, какие-то были, условно, они не со зла. То есть, такого, что прям злого умысла не было, скорее, как бы, ну, может быть, просто там, недоработка какая-то была с их стороны. Ну, как мне кажется. Не знаю. Наверное, просто я сам транслирую такую штуку, что, как бы, сейчас там выгодно быть, что-то, не знаю. Я, либо я это не запоминаю. Может быть, было, но я это не запомнил почему-то. Не могу вспомнить. Я понял. Хорошо. Слушай, а вот для тебя обман, с точки зрения твоего сотрудника, это что? Ну, я приведу несколько примеров. Человек делает проект, но он договорился напрямую с заказчиком о том, что заказчик ему немножко отстегнет кэшем, как бы, комиссию. Это обман? Ну, конечно, так нельзя. делать. Так, А человек работает на тебя, но там по выходным и вечерами и шабашки берет? Можно. Ну, то, что договорился, ну, конечно, нет, это наоборот нормальная история. То есть, почему я должен претендовать на его выходные, что хочет, то и делает? Случилась какая-нибудь накладка на стройке, которой, которой виноват дизайнер, но он свалил вину на строителей, которые неправильно сделали и задним числом исправил немножко проект, чтобы это не было видно. Это обман. Свалил вину? Ну, типа, да, строители плохо сделали этот кусочек. Я думаю, что тут надо садиться разбираться, ну, как бы это просто так не проходит. Ты смотришь и скорее тут ему смысла нет обманывать и что-то там исправлять, потому что, ну, ему за ошибку ничего не будет. То, когда ошибка у нашего сотрудника, они как бы, ну, не страшатся, что у них есть ошибка, потому что с них не выйдет ничего. Это в любом случае моя вина получается, что я взял сотрудника, который, ну, не до конца, допустим, умеет что-то делать, либо не проконтролировал. То есть я беру ответственность за все ошибки на себя, в этом, как бы, моя работа, это моей задачей являются. Вот, соответственно, я им, ну, плачу меньше, чем они бы могли без меня получать. То есть я являюсь такой некой страховой компанией и страховым случаем. Вот, настал страховой случай, я его покрываю. Ну, вот, ничего страшного, у меня там, там, висит радиатор, да, который там, ну, купили девчонки. То есть я вычитаю это все из бюджета проекта и, соответственно, они меньше бонусов, естественно, получают, но, как бы, я их не штрафую. То есть просто, ну, как в каком-то случае они, может быть, меньше бонусов получат, потому что рентабельность итоговая меньше. Ну, как бы, я говорю, ничего страшного. Ты не из тех людей, которые, если человек обосрался, сразу он увольняется, мгновенно. Да. Как студии Лебедева, если все пошло ошибку, все пошло уже. Нет, нет, такого не было. Ну, если человек, как бы, понимает, что, во-первых, ну, если это не целенаправленно, какой-то обман, который человек целенаправленно хотел сделать. Ну, как это ты поймешь? Он говорит, нет. Ну, по неопытности, как нет? Ну, по неопытности. Ну, то есть, смотри, ты знаешь, что что-то целенаправленно вредил, что зачем? Не, ну, тут понятно, у него выгода личная есть в том, что что-то случилось или нет? То есть, у него есть выгода в том, что он чертежи неправильно строителям дал? Наверное, нет, просто это ошибка. Если он там получил где-то деньги отдельно, ну, допустим, то, что должна компания идти, а он где-то у кого-то взял, то, конечно, это неприемлемо, естественно. То есть, вопрос, есть ли у него выгода, есть ли у него злое намерение, и все. Ну, это легко вычисляется, потому что, ну, это все понятно, да, тут не надо быть, смотрите, там, схему рассказывал, как торговаться, да, как ты думаешь, я смогу как бы вычислить, есть ли у него там злое мысло или нет. Конечно, смогу. Я понял. Так, а у тебя вообще бывало, то есть, тебе вообще приходилось увольнять человека за ошибки хоть раз? Нет, в принципе, я, по-моему, вообще даже не вспомню, что я кого-то увольнял. То есть, у нас такого нету, как увольнение, у нас есть как, короче, неповышение. То есть, я изначально даю на минимальную ставку, говорю, ну, давай начинать, посмотрим. Мне по минимальной базовой стоимости выгодно работать практически со всеми, ну, потому что это такая условно низкая, низшая планка, допустим, 30 тысяч рублей. Ну, соответственно, если человек, ну, опять же, там должен быть какой-то потенциал, там, мы должны видеть, он что-то должен делать. Дальше он либо развивается, либо он хочет больше получать, 60, 80 и так далее, но не способен, ну, то есть, не получается. Соответственно, он либо говорит, ну, я типа сам ухожу, ну, хорошо, уходи, либо он работает на низшей ставке, мне это выгодно в любом случае. Я вот не помню, что я прям кого-то там взял и выгнал. У меня там закрывался отдел по визуализации в свое время, это была, ну, как такая проблема, потому что я передал все управление, по сути, менеджерам, вот в чем у меня было дело. И это была ошибка организационная, я тогда просто не знал, как организовывать компанию. И там был долг на 2 миллиона, вот это была проблема. Ну, то есть, они набрали заказов, а им не платил контрагент. Ну, тоже это не со зла было, это просто, ну, вот так вот случилось, да, у них не было, не знаю, опыта, не опыта. Короче, я просто расформировал весь отдел, сказал, ребят, если вы не можете, как бы я вмешиваться тоже не буду, но мне это невыгодно, мы как бы закрываем эту тему и все. Вот, и тогда как бы всех в момент расформировал в один. Ну, типа, а долг выплатил сам? Нет, это не долг был, это мне должны были. А, я не понял. Я нанял просто потом одну девушку специальную, которая этот долг, ну, не то, чтобы взыскала, а, там была долгая история, что ей пришлось даже документы за одним, числом, то есть там в компании не были против платить, но просто те сотрудники, с которым договаривались, они вообще уже уволились, и прошло там уже полгода, или еще что-то, вот, и потом мы вытащили почти все деньги, поэтому нормально все закончилось. Выгодно, короче, ты увольнял людей, нанял девочку, она тебе все вытащила, удобненько. Нет, ну, лучше бы я не увольнял, потому что та студия, как бы компания и та движуха, они приносили деньги. Просто они автономно перестали работать, и все. Хорошо, окей. Слушай, а вот, допустим, если сотрудник работает на тебя, но параллельно договорился о том, что он быстренько в другую компанию перейдет, это обман или нет? Что значит быстренько? Ну, он работает на тебя, и параллельно с другой студией, пришел к нему какой-нибудь чувак, говорит, слушай, приходи ко мне работать, а сотрудник говорит, ну, я трудил Станислава, тот чувак говорит, да забей, ты просто вот давай, там, просто переходи ко мне, да и все. Что тебе Станислав сделает? Ну, ничего, у нас просто нормальные, там, человеческие отношения, в целом, мы договоримся примерно две недели, то есть, я тоже его не буду увольнять, говорю, завтра я тебе платить зарплату не буду, то есть, я ему дам возможность, если, ну, потенциально я буду увольнять, я дам возможность две недели, там, условно, просто сказать, что мы закрываем эту тему, вот давайте дорабатывать, там, ну, сколько там, выплачиваю последние, там, деньги, а он за эти две недели, условно, ищет себя работу, такого же ожидаю и от них, соответственно, ну, как бы это нормально, у нас такого нету, что вот, кто-то там обижен, или что-то, просто нормальные, человеческие отношения, я считаю это нормально, об этом мы договоримся в самом начале, я просто говорю спокойно, да, вот по-человечески, смотри, дружище, мы еще будем работать, как бы, если все бывает в жизни, все что угодно, ну, как бы, просто предупреди заранее, чтобы я мог найти там, как-то сориентироваться, вот и все, но в принципе, я думаю, как бы, я готов всегда к тому, что любой там сотрудник возьмет, завтра уйдет, или вообще он не придет, я понимаю, что делать, у меня есть бюджет на то, чтобы нанять другого сотрудника, он это доделает, я могу заплатить в 2-3 раза больше, ну, типа, как страховая, опять же, случай, ничего криминального не случится, ну, да, там, не заработаю немножко, но в целом, клиент все равно будет доволен, почему, потому что я сам подключусь, я же сам, как бы, дизайнер, то есть я могу спокойно, без любого человека все сделать, все, что надо, вот, поэтому у меня, как бы, тут нет проблем, ну, да, там, я время немножко свое больше потрачу, но я быстренько сориентирую, за 2 дня я найду команду себе, тем более, как бы, они есть. Слушай, вот такой вопрос, ты говоришь, что вот есть бюджет проекта, один из сотрудников сделал ошибку, купил не тот радиатор, если не секрет. Слушай, он в продаже стоил, там, что-то 150, что ли, тысяча, ну, или там 120, не помню. Он золотой, что ли? Нет, он такой дизайнерский, немецкий, как ты любишь, вот, а мы его купили за 83, типа, по цене какой-то супер закупочной, вот, по себе стоимость, короче. Получается, ты вычел стоимость радиатора, стоимости проектов, и все сотрудники, которые участвовали в проекте, недополучили немножко денег. Что сотрудники, еще раз? И все сотрудники, которые участвовали в проекте, немножко недополучили бонус. Не все, а двое, там было два человека, это был сам комплектатор, и этот самый, и помощник, ну, и, естественно, я тоже, я тоже недополучил из-за этого случая. Да. А вот эти два человека, они же, как бы, виноваты, из них какой-то один конкретный, а он не таит зла на второго, мол, типа, ты обосрался, а мне денег недоплатили за тебя. Слушай, ну, я так глубоко не лезу, просто это факт, а у нас работает команда, команда зарабатывает деньги. Тут надо понимать, что не я же плачу им деньги, а платит деньги клиент. Они делают работу. Тут вот такая самая важная позиция руководителя в том, что не он должен платить деньги, а деньги платят клиент, соответственно, как бы, они должны понимать, что они сами выполняют работу. Не, они получают зарплату, то есть они зарплату получают 100% в любом случае, что бы ни случилось. А все, что бонусов, это, ну, как бы, ну, что тут обидно, это же бонус. Зарплаты у них в любом случае есть, а то о чем договорились, там, ты будешь получать зарплату типа потрясать ничку недосчитались получается ну не знаю там тридцать ничего не третайничек мы выплачиваем обычно 20 процентов от значит тех денег которые нам принес все от как бы ну сколько там не досчитались я не могу типа калькулировать ну наверно же а что если речь не про радиатора прям очень крепко обосрались там на миллион рублей получается поделишь или дуще без зарплаты останутся эти должны будут мне такого не бывает ну то есть миллион рублей это откуда может идти это может идти мы же не делаем там ген подряд но если бы делали там была бы отдельная история это была бы отдельная компания в данном случае мы закупаем то есть когда идут закупки надо понимать что миллион рублей это что-то мы должны купить за 10 миллионов какую-то штуку что такое есть за 10 миллионов я даже как бы не представляю что можно купить потому что туда bentley завезешь на пятый этаж коммуналке неплохо ясно а вот слушай какой общий максимальный там максимальная проблема финансовая которая в ваш проект получал максимальная финансовая ну наверное вот 150 тыс где-то там управляет сига то есть типа изо всех проектов вы только облажались на 150 тысяч максимально ну да как вам это внимательно ребят как вот это байка что комплектатор он так как сапер он типа раз и все ничего ему не будет конечно это как бы это смотри и если бы мы захотели мы вообще ничего и как бы не платили никому и придумали бы способ хитрый какой-нибудь по документам и были как бы нормально у нас все было мы бы надо понимать что мы заключаем контракт все равно на там клиента то есть по документам мы бы скорее все придумали как выкрутиться то есть это просто такая вот позиция такая что но реально там совершили ошибку совершили вот поэтому как бы я сам купил все это дело вот поэтому если уж там совсем что-то там совсем капец ну наверное там можно судиться десять лет а но если там сумма там какие-то невменяемой, да, и в суде там искать доказательства, ну и так далее. Ну, короче, я думаю, что у нас до такого не доходило, да и это не нужно никому. Там нет таких ни цифр, ни каких там сумм. Короче, этот вопрос, он никогда не встает, вот тебе, что могу сказать. То есть, ну, как бы, короче, максимум риска, там, условно, там 100-150 тысяч. А это, типа, как бы, это у вас так или вообще какой-нибудь сторонний комплектатор может на большие деньги попасть? Ну, смотри, на деньги может попасть компания. Компания может попасть, если она взяла, допустим, у клиента, там, 5 миллионов и сказала, что будем мы везти из, допустим, из Европы мебель, да, в Россию. И там компания там банкротилась, и что-то случилось. Вот, в этом случае что происходит? В этом случае клиент не получает, ну, по контракту мебель, подает в суд на компанию, а в суде ему говорят, ну, типа, подавайте, ну, не жалобу, а, как бы, выносят решение. Решение, говорит, с этого ООО взыскать. А на ООО, какие у нас ООО, там, типа, 10 тысяч, этот самый, не вклад, а основной капитал, да. Идея, ну, что ты с него возьмешь? Ну, как бы, да, ты можешь, типа, там, как-то переложить на собственника, но, ну, наверное, как-то можно, да. Потом он скажет, я банкрот, ну, какая-то такая непонятная штука, то есть получить исполнительный лист – это одно, а дальше что ты с этим будешь делать, если у компании не ведет деятельность, да, или там все там перекрыто, да, юридически. Ну, поэтому надо выбирать. Опять давай красную лампочку. В книге по комплектации как раз-таки там у нас рассказаны такие случаи, да, которые позволяют все это дело промониторить. Ну, как бы, это ответственность клиента. Вот я сегодня тоже контракт подписывал, ну, вот, с новыми ребятами, я же их не знаю, вот, но я им дал, как бы, минимальную стоимость, и говорит, смотри, мне комфортно будет, как ты любишь, заплатить там вам маленькую часть. Почему? Говорю, давай сделаешь ты мне деньги, я тебе потом лучше эти деньги, как бы, верну тут же. Потому что мне важно, что тема рабочая, сделай мне продажи, и я тебе заплачу сколько ты хочешь денег, вот, ну, если ты продавец, почему нет? Я понял. Слушай, а вот, наверное, последний вопрос. Вот ты в книге пишешь про то, что когда дизайнер получает свою комиссию с поставщика, это типа нормально, ну, как бы, так принято, ну, это естественно, он просто, ну, короче, там целая глава поэтому посвящена. А почему обман, если, допустим, дизайнер, вот, договорились с клиентом, и клиент ему там просто качество чаевых каких-то еще там за хорошую работу денег отвалит, ну, вообще помимо студии, просто как, ну, как доктору, знаешь, дают бутылку коньяка, а вот клиент дизайнеру там 100 тысяч дает. Это обман или нет? Ну, как ты себе представляешь клиента, который такой дизайнеру дает 100 тысяч? Я, кстати, могу себе такое, я встречал таких людей, ну, то есть, конкретно в такой ситуации нет, но я встречал очень состоятельных людей, которые любят, типа, вознаграждать, вот, им кажется, что это естественно. Ну, это как-то вот очень странно для меня лично, я с таким даже никогда не столкнулся. Думаешь, что ты с Купердиай? Да, ты думаешь? Ну, я таких просто людей не видел никогда, которые, знаешь, как у нас получается обычно, что если все идет хорошо, то это клиент молодец, он всем говорит, я все построил, я все сделал, а если что-то не то, то это дизайнер, как бы негодяй. Вот, поэтому, если все идет хорошо и все нормально, он, скорее всего, большинство клиентов, ну, опять же, которых я видел, они подумают, что это они хорошо поработали, хорошо выбрали дизайнера, короче, они на себя весь плюс вытащат. То есть, то, что ты говоришь, наверное, имеет смысл в каких-то ситуациях, я с таким не сталкивался, если я с таким, как бы, столкнусь, но, не знаю, как бы, я требовать не буду с дизайнера, то есть, если это реально чаевые, там, миллион, допустим, он решил заплатить, там, красивые девушки, например, да, которые у нас комплектатором работают, ну, окей, может быть, да, как бы, ну, окей, дальше, наверное, зависит, ну, как бы, это не касается моих договоренных отношений, то есть, пусть он по договору отдаст, там, наш, компания, о чем договаривались, а дальше делает, что хочет, то есть, какая мне разница, ну, хоть замужем выйдет за него, не знаю. Станислав, что это изменитый сексизм был? Почему наоборот? В общем, бывает, ну, как бы, это нормально, у меня были случаи, как бы, неоднократно, когда у нас девчонки работали, на выставках работали, а потом, как бы, у них жизнь складывалась, почему нет, вот так вот ты стоишь на выставке, работаешь, да, а потом вот, там, вот, туда-сюда, слово за слово, три дня стоишь, и потом, в общем, счастливая семья. Это же хорошо, а как еще? Где ты еще познакомишься? Так что, ребят, вы не можете не только недорого продавать, недорого покупать, Станислава, но еще устроить личную жизнь. Да, я тебя хотел спросить, ты говоришь, ты книгу читал, смотрел, как тебе материал-то вообще, по-честному? Материал клевый, я сам не дизайнер, мне трудно судить, я никогда, там, эти знания прикладно к жизни не применял. Кое-что из того, что я прочитал, прям, реально к моей работе относится. Мне особенно понравилась первая глава, которая посвящена, типа, обманам и хитростям, как одни люди других хитрят, потому что этот рынок примерно в редактуре так же устроен. То есть клиенты хитрят, редактор, я пытаюсь как-то хитрить, раздувать щеки, выглядеть крутым, чтобы мне больше заплатили. Ну, то есть это такая битва снаряда и брони, я себя в ней узнал и немножко посмеялся даже, как бы, вот, в многих местах это прям про меня было написано. Вот, так что вот. Еще меня удивила глава про комплектаторы, мне кажется, что это вообще самая последняя профессия, которой я хотел бы заниматься, мне кажется, что это ужасно сложно и страшно, потому что, блин, как бы все надеются, что ты сделаешь работу хорошо, ты можешь, как бы, еще убыток принести и зарабатываешь небольшие деньги на этом. Секундочку, ты зарабатываешь, во-первых, хорошие деньги на этом, если ты делаешь все нормально. Второе, убыток ты принесешь, если ты, как бы, накосячил сам, ну, как бы, у тебя есть же чек-листы, ну, ты должен все проверять, действительно. Вот, если ты сомневаешься, то ты можешь спросить и сказать, что, ребят, я тут сомневаюсь, это же несложно, и взять кого-то помощником. Ну, короче, это нормальная должность, типа, как продавец, да, вот наверное тоже самое вот должность продавца у меня как бы не было но я примерно представляю это работаешь в отделе продаж то твоя задача продавать клиентам вот так же как комплектатор может我不知道 как ты егоешь принести также продавец может не да не на заработать денег для компании ну примерно вот так то есть это как это надо как профессиональной риском относиться ничего страшного тут нет а сколько комплектатор может заработать ну нормально и сходил смотри вообще про замок я думаю тут можно отдельно поговорить у меня концепция такая что зарабатываешь ты не от того сколько ты на какой должности да ты находишь какой профессии ты занимаешься ты можешь одинаково заработать в дизайне в редакторе там 3d maxi в чем угодно зависит не от рода занятий а от функций которые ты выполняешь чем больше ты берешь на себя ответственности и больше как бы пользу приносишь чем эта польза виднее тем больше зарабатываешь и стандартная в этом плане работа там 30 наверно тысяч 30-50 да это базовая должность там просто там хорош копирать малик или просто помощник комплектатора человек который принимает решение сам общается с клиентом и сам какие-то взвешенные решения принимать на себя это уже там 60-80 дальше если он деньги приносит и торгуется и получает наиболее выгодные условия от контрагентов и это видно очевидно то 100 150 ну и так далее то есть где-то до 300 тысяч скажем так от 30 до 300 тысяч такой разброс него небольшой разброс всего лишь 10 раз ну так в любой профессии а вот я тебя спрошу да сколько там редактор хороший зарабатывает на то же самое ну слушай за 30 тыс ты не найдешь редактора может найдешь в архангельске где-нибудь но какая разница найду же посмотрим посмотрим вот как ты заговорил да вот так вот ребята сперва вы значит надрывайте спину редакторскую на него а он потом уже на других за 30 чик смотрит нет смотри тут в чем дело то есть найти то я найду начать не буду делать дальше мне нужно будет ему прививать навыки личной эффективности чтобы он не сливался его музы быть какой-то вдохновлять его я могу сэкономить да здесь на на имя сотрудника но мне придется с ним танцевать вопрос хочу ли с ним танцевать если у меня нет денег и нет возможности я в принципе его и бесплатно найду у меня ребята бесплатно работают почему потому что в процессе создания продукта они обучаются и те знания которые я даю они гораздо больше стоят чем ну как бы они могли бы потенциально получить то есть по сути это как вот ну как подмастерия работают раньше бесплатно тоже работали где они научатся продавать ну как как никак а я им в логику объясняю и даю возможность на примере попробовать поэтому найти то я могу условно даже мне еще и доплачивать будут чтобы на меня работать просто другое дело нужно ли мне это я же всегда обмениваю получается свой опыт свое время чем меньше я хочу вкладывать времени и общаться с человеком да допустим тем дороже готов заплатить а чем больше хочу вот тем дешевле и слушай напоследок вот еще прокомментирую такую штуку возвращаясь нашим изначально теме про переговоры вот есть такая теория про то что у человека который принимает решение нанимает примерно работу него есть некий бюджет такой ресурс который ресурс на то чтобы найти себе редактора к примеру да и твоя задача как редактора этот ресурс весь потратить на себя то есть допустим пришел к тебе заказчик и слушай хочу книгу сколько стоит ты начинаешь ним со звона и пишем удлинные мейлы пишем о понимании задачи заставляешь его это отвечает то есть он реально типа тратит кучу на это времени как весь бюджет сжигает на тебя и потом ты выкатываешь ему большие условия он думает чешет голову и думает блин вроде дорого начнется 5 это все эти искали 5 я уж договорился фактически на тебя такой действует нет но это какой-то мы уже это обсуждали это тупиковая история то есть ты хочешь продать короче ты хочешь продать за дорого не полезную фигню тебе выгоднее гораздо сделать ее полезнее это несложно это это вот наш как по щелчку просто ты делаешь тебе проще переформатировать свою услугу так чтобы человек сам понял что он готов тебе весь бюджет отдать но не потому что ты его там долго конючил зачем тебе быть человеком который конючат он следующий раз тебе не придет как бы зачем тебе это надо он тебя запомнил просто рассказываю но это мой друг я я не к тебе да я допустим друга твоему до совет рекомендации до условно что типа зачем это надо тебе гораздо проще придумать какую-то хитрую штуку которая наоборот он тебе даже займет денег и еще тебе принесет если ты покажешь как ты можешь эти деньги освоить с выгодой для него вот это сделать проще чем пытаться там вот эти хитрые способы делать это технология этот разговор он касается того что ты как бы если ты хочешь заработать больше то ты рано или поздно все равно должен взять в продаже да абсолютно точно должен зарабатывать бабло да а просто твой текст никому не нужен он тем людям покупают результат текст это как дизайн он вот то есть как бы он для меня как владельца дома бабло можете зарабатывать но довольно косвенно и померить это трудно нет когда дизайн покупают там смотри для бизнесмена текст это деньги а для домовладельца дизайн это снижение рисков хороший дизайн то есть он платит больше не чтобы заработать а чтобы сэкономить но принципе это одно и то же и там и там это экономия денег потенциально а здесь потенциальный заработок все это про деньги ну вот например 90 процентов моих клиентов они никогда не мерят эффективность текста которые для них делаю для них это очень абстрактная категория они просто оценивают его нравится не нравится и могут ли они столько заплатить или нет вот все окей а представь что ты к ним придешь и скажешь ребят вы никогда не оцениваете эффективность моих текстов да и у вас мой текст находится в категории нравится или не нравится я хочу предложить вам следующую историю и тут ты им предлагаешь что то что они еще никогда не видели типа допустим что ты делаешь им текст и дальше ты подкручиваешь туда допустим договариваешься с каким-нибудь маркетологом почему допустим ты не можешь договориться я что же не эксперт в этой теме в продажах директ реклама но я за вчера нашел два смышленых парня сегодня провел переговоры и заключил два контракта за минимальные деньги ты что же так можешь делать почему нет и ты ты уже продаешь сложную услугу и сложную услугу будет заключаться в том что твой текст не просто текст а ты он еще и подключится к продажам клиента и тут тут же ты уже ценник свой увеличил в 2 то и в три раза ну это да есть весь амбиции таким заниматься но если нет тогда как бы тогда и не надейся на больше ну как бы вы тебя либо есть либо нет но чудесно не бывает то есть это вот знаешь такая сказка что типа вот я буду делать то же самое что делаю мне кто-то почему-то будет платить дороже да будет но ты как бы либо всю жизнь будешь дурачков искать которые будут и их как бы пытаться конвертировать либо ты сделаешь сильный продукт и люди сами выстроиться в тебе очередь понимаешь в общем смысл лучше очередь строить из клиент вот этого то чтобы он по бизнесе учат дайте потом очередь с клиентов это не просто так это реально возможно эту как бы это нужно делать почему потому что твой сильный продукт в этом а люди не делают сильный продукт мое мнение такое не знаю потому что боятся брать на себя ответственности по я вот там дизайнер я вот рисую дизайн типа все остальное не применяют дружище если ты хочешь больше зарабатывать и должен больше давать людям не бывает такого что ты даешь стоп сколько-то тебе кто-то отгружает больше с чего бы это да логично согласен нет вопросов здесь нет все это звучит совершенно логично заставил ты меня задуматься старик так сказать продуктовая тему да надо продуктовую тему работать и это прям кайф потому что людей которые мыслят категориями система категория продуктов категории прибыли и пользы их очень мало я хочу чтобы в нашем мире было больше и это очень круто когда я могу обратиться там неважно к сантехнику к редактору допустим пришел ко мне сантехник посудомойку починить пусть он мне типа не просто починить там золотая какой-то там кран пусть он не скажет ребята у вас тут в доме еще там 10 этих самых каких-то приборов давайте диагностику сделаем аж у вас там что-то не то ни один так не сделать но я бы сказал конечно дружище вот те тысячи рублей лишние сделать диагностику а он бы нашел там что-то еще тут же он бы уже чек он выехал один раз ко мне да вот таких ли почему люди так не мыслят вот непонятно короче если вы такой человек приходите конечно да всегда открыто до всегда пожалуйста а ты типа ты такой человек ну да я такой я короче я всю жизнь ищу людей которые стремятся к чему-то у меня еще большая большой потенциал в плане как бы навыков знаний да и всего остального я как бы люблю вкладываться в людей если вижу что они хотят принять и получить у меня как бы есть знание как это сделать то что я говорю ну даже вот на сегодняшнем интервью многие кто захочет многое что для себя подчеркнет кто не захочет скажет да это не работает какая-то фигня ну как бы окей но те люди которым это понравится и те которые в себя что-то ну возьмут это же просто вот диалог там двух людей в интернете да допустим а если представляешь как мы персонально работаем это же вообще целенаправленное действие то есть результат можно поднять еще гораздо на более высокий уровень согласен ну что у меня больше нет вопросов пока концовка прям ты прямо мастерски я даже на самом деле то есть немногих разов когда я об этом думал и прямо то есть я не знаю насколько это вам интересно дорогие слушатели у меня как бы вот я тот самый редактор который редко заходит на сторону клиента редко думает о продажах о дополнительной прибыли которого текст приносит даже покупаемости этого текста ну то есть у меня долгое время было убеждение про то что это даже не так важно и в принципе текст плохой хороший примерно одинаково на самом деле работают ну и типа обращаются ко мне просто потому что я там не знаю не клеим мозг нормально все в срок и типа без проблем но я в целом согласен про то что вот концепция приносить больше пользы клиенту позволит значительно больше зарабатывать а возможно работать меньше но эффективнее это 100 процентов вот и я надеюсь что у вас похожие мысли возникли в голове вот если у вас похожих мыслей не возникло вы хотите чужих мыслей почитайте чужих мыслей почитайте подписывайтесь на канал стану славы обновление в нем происходит ежедневно там разбираются вопросы читателей можно задать свой вопрос там есть форму можете оставить эту форму и вопрос обязательно пойдет станиславу я лично этим прослежу вот и вы увидите в канале бесплатно где такое еще может быть он не слыхан и щедрости вот спасибо что были с нами вы посмотрели станислава всех ракурсах меня только в одном так что вот спасибо большое до новых встреч пока да если будут какие-то комментарии вопросы очень интересно ваше мнение там с чем согласны чем не согласны какое ваше мнение пишите в комментариях все увидимся как и станислав если было полезно заплатить сергея можно на перечислить чуть-чуть все спасибо до связи пока